Google – крупнейшая поисковая система интернета, принадлежащая корпорации Googling. Первая по популярности система обрабатывает 41 миллиард 345 миллионов запросов в месяц и индексирует более 25 миллиардов веб-страниц. Поддерживает поиск в документах форматов PDF, RTF, PostScript, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint и других. История создания поисковой системы Google была создана в качестве учебного проекта студентов Стэнфордского университета Ларри Пейджа и Сергея Брина. Они в 1996 году работали над поисковой системой BigRap, а в 1998 году на ее основе создали новую поисковую систему Google. С первого же года существования в Google стали применять метод прозрачного управления OCR, который определил подход к планированию развития компании и способ корпоративного управления. Хотя корпорация была основана 2 сентября 1998 года, а домен Google.com зарегистрирован 15 сентября 1997 года. Поисковик иногда отмечает свой день рождения и в другой день как 7, так и 27 сентября. Слово Google произошло от искаженного Google. Название числа 10 в сотой степени индексация сайта. Поисковый робот Google имеет тузер-агент GoogleBot, который является основным роботом, сканирующим содержание страницы для поискового индекса. Помимо него существует еще несколько специализированных роботов. GoogleBot Mobile робот, индексирующим сайты для мобильных устройств, ноутбуков. Google Search Appliance за кроллер. Поисковый робот нового аппаратно-программного комплекса Search Appliance. GoogleBot Image робот, сканирующий страницы для индекса картинок. MediaPartners Google робот, сканирующий контент страницы для определения содержания. Отсбот Google робот, сканирующий контент для оценки качества целевых страниц AdWords. Проблемы с авторскими правами. Каза и Церковь Саентология использовали закон об авторском праве в цифровую эпоху, чтобы потребовать от Google удалить ссылки на материалы на их сайтах, якобы защищенные авторским правом. Google по закону обязан удалить эти ссылки, но вместо того, чтобы убрать результаты поиска, предпочитает связать результаты с жалобами, которые подали эти организации. The New York Times жаловалась на то, что кэширование их содержания поисковым роботом, особенность используемая поисковиками, в том числе Google Web Search, нарушает авторские права. Google соблюдает стандартные интернет-приемы для запросов об отключении кэширования посредством файла robots. Кэст стандартного механизма, позволяющего администраторам веб-сайта потребовать исключения своего сайта или его части из результатов поиска или через мета-теги, позволяющий редактору контента указать, можно ли индексировать или архивировать документы, можно ли проходить по ссылкам в документе. Окружной суд США штата Невада постановил, что кэши компании Google не нарушают авторских прав согласно американскому законодательству в делах Филд В, Гугл и Паркер В. Google. Проблемы с неприкосновенностью личной жизни. Впервые у Google начались проблемы в связи с нарушением прав человека еще в 2005 году. При создании карт Google Earth были использованы изображения крыши американского белого дома, что представляет угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов. Американская общественность была глубоко возмущена тем, что потенциальные террористы впервые получили шанс детально рассмотреть систему защиты белого дома, расположенной на крыше. В 2008 году американская семья Баринг из штата Пенсильвания обвинила компанию Google в нарушении неприкосновенности их частной жизни. При создании общемировых городских виртуальных карт Google Street View были использованы изображения дома и бассейна о супружеской чите. Баринги незамедлительно подали в суд и потребовали от Google 25 тысяч долларов в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб. Однако по решению суда в 2010 году они получили от компании компенсацию в размере всего лишь 1 доллара. Против Google также выступил американский национальный юридический и политический центр. В качестве доказательства нарушения сервисом частных прав члены центра предоставили информацию об одном из руководителей Google, собранную при помощи сервисов компании менее чем за полчаса изображение его дома, номера машин, припаркованных возле него, название фирмы, занимающейся благоустройством его территории и даже название охранной фирмы, клиентами которой являются его соседи. Кроме того, в 2010 году стало известно, что во время работы над сервисом Street View компания Google сканировала IP-адреса и пароли граждан, во время съемок улиц и площадей разных городов со специальных автомобилей оборудованных видеокамерами. Специалисты Google также занимались сканированием сигнала беспроводных сетей Wi-Fi. В результате компания получила пароли и другую информацию конфиденциального характера, необходимую для входа в электронную почту частных и юридических лиц. В настоящее время компанию Google серьезно критикует за нарушение прав человека, связанное с реализацией проекта Google Glass. Ношение очков Google уже запрещено в американских кинотеатрах, казино и стрип-клубах. Их владельцы опасаются, что посетители в таких очках будут записывать происходящее на видео. Кроме того, решение о запрете очков в скором времени могут принять американские банки и дирекции парков. Выдача данных пользователей. В 2012 году Google выдала властям США данные нескольких работников у iKilex. Содержание почтовых отправлений, метаданные, информацию о подписках и другие данные только через два с половиной года уведомило пользователей об этом. Летом 2013 года благодаря бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену стало известно о том, что американское правительство платило Google, Yahoo, Microsoft и Facebook миллионы долларов за раскрытие информации об интернет-пользователях. Расходы. Подзоре за деятельностью иностранных спецслужб. По утверждению Драммонда, ответы на эти запросы не обеспечивали правительству США прямого доступа к данным пользователей защита прав человека. Некоторые специалисты Google приняли участие в событиях арабской весны, выступая за демократические ценности и защиту прав человека. Так, директор по маркетингу Google на Ближнем Востоке и в Северной Африке Ваиле Гоним выступал за свержение режима Хосни Мубарака в Египте во время беспорядка в стране. В 2011 году он создал страницу в социальной сети Facebook, где осуждалось насилие над гражданами Египта со стороны правящей власти и происходила координация действий демонстрантов. Гоним охарактеризовал египетское протестное движение как Facebook Revolution и отметил, что интернет играл в ней чрезвычайно важную роль. Кроме того, вскоре после событий арабской весны представители Google заявили, что они работают над облегчением доступа к информации и продуктам компаний на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В этой связи цель американской компании является обеспечение доступа к еще большему числу своих продуктов на арабском языке. За 2011 год компания запустила версию Google Voice и Google Plus на арабском и представила в Art Project два музея, расположенных в Катаре, а в 2012 году пригласила президента Туниса выступить посредством сервиса видеовещания Google Plus Hangout On Air. У компании Google есть также серьезные претензии к руководству Китая в связи с попытками ограничить доступ китайских граждан к информации в интернете. Алгоритм ранжирования метатек и вордс не учитывается при ранжировании сайтов. Паджеранг Википедия.org выведет все статьи Википедии на всех языках, в заголовке которых встречается слово Google. Мощный язык запросов в руках хакеров может быть использован для исследования веб-сайтов на уязвимости. Поиск в найденном. Для результатов поиска Google ранее предоставлял возможность повторного поиска, что позволяло производить поиск более детально. Для более детального поиска пользователям необходимо было указывать дополнительные параметры, по которым происходил отбор результатов, что позволяло сразу отобразить не только запрос, но и контекст, где он применяется. Данная возможность упрощала процедуру поиска, исключив необходимость в открытии каждого результата. Википоиск Поисковая технология, позволяющая пользователю настраивать результаты выдачи по поисковым запросам, пользователь может удалять результаты из списка и поднимать вверх списка. Технология была запущена компанией Google весной 2009 года и проработала до осени. В настройках поиска осталась настройка для включения википоиска, но в выдаче соответствующие элементы управления отсутствуют. Другие поисковые системы подобной функциональности пока не предоставляли голосовой поиск. 22 сентября 2010 года компания запустила голосовой поиск в России. Чтобы осуществить поиск, необходимо нажать в телефоне кнопку рядом со строкой поиска и произнести свой запрос. Телефон отправит ваш голос на сервер, и браузер выдаст строку с распознанным вашим запросом и результатами поиска по нему. С 2014 года доступна активация голосового поиска без прикосновения к экрану. На телефонах с установленным Android не ниже версии 4.3 достаточно сказать «Ок» Google, чтобы активировать функцию «Логотип Google». Текущий официальный логотип Google действует с 1 сентября 2015 года. В отличие от прежнего логотипа, в новом используется шрифт без засечек, а также более мягкие цвета. По случаю праздника или круглой даты какой-нибудь широко известной личности стандартный логотип Google у некоторых или реже, у всех региональных доменов может меняться на праздничный, имеющий определенную тематику, смысл, но в стиле Google. Например, по случаю дня рождения Наполеона Орды 11 февраля 2010 года на логотипе белорусского домена Google появились акварели этого известного художника. 6 июля поздравляли со 121-летием Марка Шагала. После 10-летнего ожидания 22 марта 2011 года Google выиграл патент на Google Doodle. Российский. 19 августа 2010 года логотип был посвящен 50-летнему юбилею полета в космос собак Белки и Стрелки. 12 июля 2011 года логотип с изображением собора Василия Блаженного в честь 450-летия этого памятника культуры. 27 августа логотип с изображением Фаины Раневской. 1 сентября логотип к празднику Дня Знаний. 11 ноября логотип с изображением Федора Достоевского в честь 190-летия со дня его рождения. 19 ноября логотип с изображением Михаила Васильевича Ломоносова к 300-летию со дня его рождения. 18 декабря логотип к 90-летию со дня рождения Юрия Никулина. 25 января 2012 года логотип к 74-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. 17 февраля логотип к 106-летию со дня рождения Агни Барту. 31 мая к 100-летию Государственный музей изобразительных искусств имени А. С Пушкина, 12 июня в честь Дня России. 21 июня логотип к 50-летию со дня рождения Виктора Цойя. 23 августа изображение Соль, ожидающий корабль в честь 132-летия со дня рождения Александра Грина. 17 сентября к 155-летию со дня рождения Каи Циолковского. 1 мая к празднику Весны Труда. 7 февраля 2014 года к открытию 22 олимпийских игр в Сочи на фоне флага ЛГБТ-пиктограммы шести олимпийских видов спорта интерактивные. Игра Pac-Man. 9 июня 2011 года. Логотип, посвященный 96-й годовщине со дня рождения Леса Пола. Лого предоставляет возможность генерировать звуки, записывать и проигрывать мелодии, передавать записанное. 15 июня интерактивный логотип, демонстрирующий фазы лунного затмения. 5 сентября. Логотип ко дню рождения Фредди Меркьюри, в котором показан мультклип, созданный компанией Google на песню Don't Stop M Now. Группа Queen. 23 ноября до 60-летию первой публикации Станислава Лема. 31 октября. В честь праздника Хэллоуин. В ускоренном темпе на видео показано, как группа сотрудников Google вырезает логотип компании из шести больших оранжевых тыкв. 9 апреля 2012 года. К 182-летию со дня рождения Эдварда Мейбриджа. Логотип представляет собой 21 сектор разного цвета, в каждом из которых бежит скаковая лошадь. 23 апреля. К 99-летию со дня получения Гедеоном Сундбеком патента на застежку «Молнию». 1 июня. В честь Международного дня защиты детей. Во время XXX летних Олимпийских игр каждый день появлялся логотип с новым видом спорта. 15 октября. К 107-летию со дня создания комикса «Маленький Нимо в стране снов». 15 февраля 2013 года. В преддверии ожидаемого сближения астероида 2012-9.14 секунд землей в ночь с пятницы 15 февраля на субботу 16 февраля стандартный. Логотип Google был заменен на анимированный, которым при наведении мышки на первую букву вторая буква «Джи» в названии компании пытается уклониться от летящего на нее астероида. Однако позже анимация была удалена из логотипа в знак уважения к пострадавшим от метеоритного дождя, прошедшего в России сленг «гуглить». Из-за популярности поисковой системы в английском языке появился неологизм «то Google или то Google», использующийся для обозначения поиска информации в интернете с помощью Google. Именно с таким определением глагол занесен в наиболее авторитетные словари английского языка «Оксфордский словарь английского языка» и «Мерриэм Эбстер». Хотя в других источниках приводятся примеры его использования для обозначения поиска вообще чего-либо в интернете. Первым, кто использовал слово как глагол, был сам Лэри Пэйл, краткая дежа, 8 июля 1998 года, подписавший одно из своих сообщений для списка рассылки. «Хейфунэн Кип Гуглинг» Американское диалектическое сообщество назвало глагол «то Google» словом «десятилетие». Опасаясь возможной утраты товарного знака, Google не одобряет использование глагола Google, особенно когда подразумевается поиск в интернете вообще. Например, 23 февраля 2003 года компания направила письмо «Прекратите воздерживаться» по Луну Макфедрису, основателю Ордспай, сайта, очлеживающего неологизмы. Также, в своей статье в «Вашингтон-Пост» Фрэнк Ааронс обсуждал письмо, полученное от юристов Google, иллюстрирующее правильное и неправильное употребление глагола Google. В ответе на эту статью лексикографы-словаря Америам Уэбстер заметили, что записали глагол «то Google» со строчной буквы, но для обозначения поисковой системы Google употребили заглавную букву. Впрочем, редакторы оксфордского словаря не стали сохранять обе версии для истории. В 2006 году Google выпустил публичное заявление с требованием использовать слова, образованные от Google, только когда речь идет о Google и его сервисах.